Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами пятью альткоинами, которые могут иметь огромный потенциал в ближайшем будущем. Но скажу сразу, что я не ваш финансовый консультант, да я и вообще не финансовый консультант так-то, поэтому всегда проверяйте всю информацию самостоятельно, а потом уже инвестируйте. Используйте услышанную в этом видео информацию только в качестве отправной точки. А начнем мы с вами с конца списка. Монета под номером пять, которой я хочу с вами поделиться и на которую вам бы стоило обратить свое внимание в июне, это EOS. На данный момент эта монета торгуется по цене почти 8 долларов. Но прежде чем мы с вами будем обсуждать потенциал цены, давайте сначала узнаем, что же такое EOS. EOS это платформа, которая была разработана на основе блокчейна. Она предназначена для создания децентрализованных приложений или так называемых DEPPS. Поэтому разработчики EOS могут писать и запускать смарт-контракты для DEPPS и DAO. DAO это децентрализованные автономные организации, можете на Википедии все прочитать о них. Но сегодня мы не будем глубоко погружаться в технические характеристики EOS. Что касается потенциала для цены EOS в краткосрочной перспективе, то я должен упомянуть две вещи. Во-первых, это объемы. Эта криптовалюта постоянно имеет довольно большой объем торгов. Независимо от того, проверяете ли вы его на CoinMarketCap или на каких-либо других сайтах, например, OnChain и Fix, на котором, кстати, указаны реальные объемы. Они очень отличаются от того, что можно видеть на CoinMarketCap. Если хотите, можете изучить этот сайт, я его в описании оставлю. EOS неизменно остается в пятерке лучших по сравнению с другими монетами своего калибра. Лично для меня это очень весомый показатель, так как объем торгов указывает на спрос. Это означает, что даже на медвежьем рынке спрос на EOS все равно будет существовать. Такая рыночная активность вокруг EOS, мне кажется, достаточно бычим индикатором. Ведь когда активность рынка возрастает, цены обычно движутся в том же направлении. Во-вторых, EOS использует более привычный язык кодирования, который вдобавок и более удобный для стандартного разработчика. Это C++. Этот язык программирования широко используется в индустрии программного обеспечения и остается одним из самых популярных языков из когда-либо созданных. И не важно будет ли речь идти об управлении, игровых платежах, токенах и так далее, мы знаем, что каждое децентрализованное приложение, созданное на блокчейне EOS, только увеличивает его ценность. Но даже не вдаваясь в эти технологические аспекты, огромный бычий настрой исходит также из Китая, где в рейтинге криптовалют EOS традиционно занимает первое место. Кроме того, уже в июне нас ждет много интересного, связанного с EOS. К примеру, анонсирован запуск социальной сети на блокчейне EOS, а Дэн Лаример сообщил о запуске EOS IO2. «Это следующий шаг в развитии самого быстрого, масштабируемого и используемого блокчейн ПО в мире». Неудивительно, что это объявление вызвало интерес у многих инвесторов. И на самом деле не только они, то есть инвесторы, заинтересованы в этом. Если покопаться глубже, то можно найти такую транзакцию на 3,3 миллиона EOS. Это около 26 миллионов долларов на сегодняшний день. Эта сумма была потрачена на ЛЗУ, то есть оперативную память, а средства были отправлены на REX. Безусловно, это событие сразу же обросло спорами о том, зачем компании Block.One понадобилась эта оперативка. Кто-то полагает, что для социальной сети, основанной на блокчейне EOS, другие же считают, что возможно компания планирует запустить официальный кошелек для управления криптовалютами на базе EOS. В любом случае, очевидно, они уже готовятся. Да, мы уже видели небольшое поднятие цены EOS на прошлой неделе, и честно говоря, это зависело только от того, что делал биткоин. Но я предполагаю, что рынок все еще настроен по бычи и цена будет расти. Хотя, конечно, возможно, мы с вами увидим коррекцию, которую я бы хотел увидеть, если честно. Далее, лайткоин находится на четвертом месте в моем списке. В настоящее время лайткоин стоит 115 долларов и занимает шестое место с точки зрения рыночной капитализации. Кстати, о нем было интересное видео у меня на канале. Я ссылку на него в описании тоже оставлю, и подсказочка сейчас вылезет. Обязательно его посмотрите и скажите, что вы об этом думаете. Что я думаю, это то, что каждый должен следить за лайткоином, особенно этим летом. Но что такое лайткоин и что отличает его от конкурентов? Лайткоин, попросту говоря, это более быстрая версия биткоина, которая была создана в 2011 году выпускником MIT и инженером Google Чарли Ли. То есть, очень умным парнем, очевидно. Лайткоин является цифровой валютой, которая позволяет усуществлять мгновенные платежи практически без затрат для любого человека в мире. Лайткоин имеет глобальную платежную сеть с открытым исходным кодом. Также это планета, говорю. Также это монета, полностью децентрализованная и не имеет никаких центральных органов власти. Если вам нравится биткоин, то вероятность того, что вы полюбите лайткоин, очень высока. Потому что лайткоин создан делать то же самое, что и биткоин, только быстрее и дешевле. Некоторые люди утверждают, что лайткоин это серебро, а биткоин это золото. С точки зрения стоимости и использования ежедневных транзакций. Поэтому основной вариант использования лайткоина это использование его как валюту, которая, очевидно, имеет хорошую скорость, большую заинтересованность со стороны участников рынка и, самое главное, большую историю, на протяжении которой лайткоин так и не канул в лету. И, конечно же, лайткоин можно использовать в качестве тестовой сети для биткоина, как некоторые люди говорят. Например, такие, как Майк Новоградз. Они говорят, что ценность лайткоина еще не подтверждена и монета не так безопасна, как биткоин. И хотя это заставляет меня задаться вопросом, а будет ли лайткоин иметь ценность в долгосрочной перспективе, я рад, что лайткоин имеет потенциал удовлетворить вас в краткосрочной. Всего через 64 дня лайткоин ожидает халвинг, а значит вознаграждение за майнинг уменьшится с 25 до 12,5 монет. На мой взгляд, сейчас это самое хорошее время для накопления лайткоинов. Халвинг произойдет примерно 6 августа. Давайте посмотрим на эти графики. Слева вы видите график цены лайткоина в 2015 году, когда случился халвинг. Справа вы видите актуальную картину, которую мы наблюдаем сегодня. Как мы видим, халвинг привел к тому, что тогда спрос на монету вырос. А перед этим, к тому же, и нисходящий тренд был сломлен. Честно говоря, я думаю, сейчас многое будет зависеть от того, что будет делать биткоин. Но если в августе рынки будут вести себя оптимистично, то я думаю, что цена лайткоина будет расти. Уж больно ситуация похожа. Третья криптовалюта в нашем списке это PundiX. В настоящий момент PundiX не стоит даже одного цента. И это при том, что за последний период цена хорошо выросла. Тем не менее, мне очень нравятся цели самого проекта. Причина, по которой PundiX оказался в этом списке сегодня, заключается в том, что 30 июня у этой монеты произойдут две вещи. Во-первых, это запуск функциональной тестовой сети под названием FunctionXNet. В будущем она будет основной сетью. И второе, то что меня очень интересует, это блокчейн-смартфон или криптофон, который будет называться X-фон. Он должен появиться на потребительском рынке. То есть мы с вами сможем им пользоваться. Но, к сожалению, есть большая вероятность, что это может не произойти. Мы получили известие о том, что, возможно, PundiX отложит эти мероприятия вообще на конец этого года. В любом случае, когда-нибудь все это произойдет, поэтому я думаю, что у PundiX будет большой потенциал. Даже не в плане цены, а в плане использования. Но что такое PundiX? PundiX это аппаратная торговая POS-система для принятия криптовалюты. В настоящее время у них уже есть терминал, который называется X-POS. X-POS имеет два экрана, один из которых предназначен для продавцов, а другой для покупателей. В терминал строен чип с кодом, позволяющий людям без труда платить с помощью своего онлайн-кошелька. На самом деле у Pundi действительно больше вариантов использования, это всего лишь его основной вариант. Сейчас они отправили более 5000 устройств различным клиентам из Европы, Азии и Южной Америки. Их главная цель внедрить более 100 тысяч экземпляров к 2021 году. Как вы понимаете, через два года они хотят, чтобы в сотнях тысяч магазинов по всему миру стояли их торговые терминалы. И их X-Fund появится на рынке, если не к концу июня, то в этом году уж точно. И причина, по которой я в восторге от этого, заключается в том, что они своими действиями помогают даже непосвященному человеку войти в мир криптовалюты. Поэтому, если Pundi X победит, то и все мы насладимся плодами этой победы. Но на данный момент у Pundi X существует большая конкуренция на рынке. Например, BitPay или даже Samsung и HTC конкурируют за свои позиции на рынке криптовалютных смартфонов. Это не говорит мне, что Pundi X не стоит моего внимания, а говорит то, что такой гигант, как Samsung, видит ценность криптовалютной индустрии. Конечно, на фоне Samsung Pundi X кажется карликом, поэтому вполне закономерно думать о том, что покупка такого криптовалютного актива достаточно рискованна. Я с этим согласен. Но тем не менее, Pundi X не создана для долгосрочных перспектив. Но на краткосроке, мне кажется, вполне может себя показать. Двигаемся дальше. На втором месте в нашем списке располагается монета BAT или Basic Attention Token, которая на данный момент торгуется по цене около 36,5 центов за токен и занимает 26 место с точки зрения рыночной капитализации. И что же такое BAT? Монета BAT направлена на повышение эффективности цифровой рекламы путем создания нового токена, которым можно обмениваться между создателями, рекламодателями и пользователями. То есть мы, обычные пользователи или люди, делающие контент, или рекламодатели, или даже ребята из списка Forbes могут обмениваться между собой этим токеном. BAT стремится стать децентрализованным решением для цифровой рекламы, которая будет выгодна всем. И мне, и тебе, и рекламодателю. И на самом деле подобная система нам очень необходима, потому что прямо сейчас обычные пользователи, такие как вы и я, подвергаются насилию со стороны больших и распиаренных компаний. Любые крупные компании прямо сейчас в это время пичкают нас трекерами, кормят нас рекламой и вполне вероятно могут заражать нас вредоносными кодами. И у нас уже нет выбора, потому что все эти трекеры и объявления, все они происходят в фоновом режиме. При этом уменьшая время автономной работы смартфона или ноутбука, что впустую тратит наши деньги. Задумайтесь. Конечно, это зависит от цены электричества, но задумайтесь, примерно 20 долларов вы тратите впустую каждый месяц, а ваш смартфон мог работать на 20% дольше обычного. Знаете, когда вы много ездите, эти 20% могли бы решить все. Издатели также страдают и от Google и Facebook, которые получают более 70% от общего дохода с рекламы. Это очень много, ребята, очень. Но уже более 60 миллионов телефонов и технических рабочих мест используют блокировщики рекламы. Поэтому большинство пользователей не видят нужной рекламы, из-за чего издатели и рекламодатели теряют свою прибыль. Ведь рекламодателям очень важно, чтобы вы просматривали их объявления. Поэтому кто-то, безусловно, должен был найти решение. И токен BAT может стать таким решением. И вдобавок ко всему, стать полезным токеном не только для вас, пользователей, но и для рекламодателей в том числе. Но есть еще одна причина, по которой я решил обратить ваше внимание на эту монету. Она состоит в невероятном росте браузера Brave. И, конечно же, роста самого токена BAT за последние несколько месяцев. К примеру, только в Google Play браузер скачали более 10 миллионов человек. Вы можете перейти на сайт badgrowth.com и увидеть рост количества YouTube блогеров, которые пришли в экосистему Brave за последние несколько месяцев. Тут же, конечно, можно посмотреть и статистику загрузок Brave браузера на веб-сайтах, на твиче, на твиттере и так далее. А всего холдеров у BAT сейчас 146 тысяч. Но прежде чем я раскрою вам тайну первого места, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы нашли что-то интересное или ценное в сегодняшнем видео. Честно вам скажу, стараюсь каждый день искать и показывать вам что-то интересное. А ваша поддержка очень мотивирует это делать. Спасибо. Итак, наш список возглавляет монета Cardano. Cardano в настоящий момент торгуется по цене почти 10 центов и располагается на 12 месте по рейтингу CoinMarketCap. Опять же, сегодняшнее видео не создано для глубокого погружения в технические характеристики проектов. Поэтому я просто оповещу вас о причинах, по которым я поместил Cardano на первое место в этом ролике. Где-то в июне Cardano запустит свою тестовую сеть. Это то, чего многие ожидают, потому что это событие было перенесено уже пару раз. Но я хочу поговорить о том, что это событие значит для инвесторов монеты Cardano. Проект Cardano скоро выпустит свое долгожданное обновление Shelly, которое обновит консенсус работы Proof of Stake. В общих чертах, смысл этого обновления состоит в том, чтобы укрепить консенсус в отношении безопасности блокчейна, а также укрепить децентрализацию блокчейна. Но позвольте мне объяснить, что именно делает Shelly. Shelly использует Genesys в качестве протокола Proof of Stake, который гарантирует реализацию высокой степени безопасности, аналогичную консенсусу Proof of Work биткоина. Короче говоря, они хотят сделать Cardano такой же безопасной, как биткоин. Конечно, этот протокол немного отличается, но в принципе он нацелен делать то же самое. Фаза Shelly это полная децентрализация с помощью алгоритма POS, а значит возможность создания инвестиционных пулов, наличие суперзащиты блокчейна в виде квантовой подписи, что особенно важно после анонса Microsoft о разработке рабочей модели квантового компьютера. Одни пытаются создать квантовые компьютеры, а другие пытаются создать способы защиты от этих же компьютеров. Забавно, забавно. Тем не менее, обновление Shelly для Cardano должно выйти уже в июне, это будет только начало. Почему? Да потому что Amargo, это одно из трех юридических лиц проекта, заявило следующее. Тестовая сеть будет начинаться с небольшого закрытого пула надежных операторов и минимального жизнеспособного продукта, а уже потом в перспективе произойдет расширение функциональности и предоставление большего количества операторов в течение трех-четырех месяцев. Так что, ребята, хотя это и должно произойти в июне, в июне все же произойдет только первый шаг. Ну а далее мы будем наблюдать закономерное развитие в течение следующих трех-четырех месяцев. И мое единственное критическое замечание к команде Cardano заключается в том, что они не спешат внедрять что-либо в систему. Мы, конечно, видим прогресс, но он очень медленный. Как мне кажется, они должны поторопиться с этим. Тем более, что и конкуренты-то не спят. Но в любом случае, запуск тестовой сети намечен уже на этот месяц. И Cardano, как и другие альткоины, о которых я сегодня упомянул, имеет свой шанс на скорейший рост. Если, конечно, ребята опять все не перенесут. На этом у меня все. Друзья, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, зарабатывайте. И, конечно же, богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова